всем привет дорогие друзья с вами вадик и сегодня я хотел бы продолжить цикл моих видео по автоход кей скрипт макросом или программам как хотите называйте сегодня мы поговорим о том как можно сделать спейсер и каким образом можно перевести вот такой скрипт вот в такой экзешник ну давайте начнем создание самого скрипта это делается очень просто мы пишем спейсер открываем его блокнотом и начинаем вписывать со старого скрипта все что мы использовали например за исходник я возьму кнопку скрипте готов для этого нам понадобятся и fin activate актив варфейс и 8 loop это собственно наш цикл спейсера дальше пишем паузер лог скором времени выйдет видео о том как сделать не на три кнопки все это на одну без релоза или как сделать чтобы на вторую кнопку там и в 10 он просто выходила скрипта это тоже будет но не сейчас так собственно что же нам нужно нам нужен спейсер следовательно мы просто пишем send и вставляем space пробельчик делаем slip ну и давайте поставим например 200 сохраняем вот мы сохранили наш спейсер теперь мы его переименовываем в ахк соглашаемся с расширением проверяем что у нас все в порядке и запускаем появляется вот такая вот у меня две за эти заново появляется вот такая вот штучка в 3 h открываем варфейс и нажимаем 8 у нас погнали пробельчики нажимаем f9 остановились нажимаем f9 еще раз они пошли в 10 они сбросились и заходим на склад давайте перед этим включим эту штуку заходим на склад и на полигон и как видим спокойно мы можем бегать да и как бы спокойно у нас ничего пробел вот я сам нажал пробел слышно да ну как бы бегается и все как бы в порядке сразу скажу что выкладывать запись из игры самой я не могу потому что это нарушает правила варфейс потому что это имитация действий персонажа если я выложу это видео даст тем как я запущусь на быструю игру и на быстрой игре собственно покажу вам что это работает поверьте на слово это правда работает спейсер работает не только для варфейса этот спейсер такого рода работает в принципе для всех игровых проектов также можно сделать по-другому можно тупо написать чтобы он не про не сэндил не этот а сэндил пробел просто пробел и все и он тоже будет работать но это как бы не для варфейса уже собственно вот такой вот коротенький скриптик у нас получился как же теперь сделать из него экзе программу такие как вот тут у меня представлены на выход на фарм побед долгий быстрые нажимания готов зимняя охота то что я в прошлом видео рассказывал так нам понадобится иконка нашей программы почему-то иконка у меня открывается фотошопом ну не суть естественно на им не откроется потому что мне надо открывать не фотошопом сейчас мы выберем приложение и будем открывать нашу иконочку вот такой штучка собственно вот у нас обновилась наша иконочка у меня их тут 2 старый варфейс новый варфейс я буду использовать новый варфейс нажимаем спейсер правой кнопкой мыши компла компель скрипт так здесь нам надо выйти а он четко он типа с иконкой не так вот эту я понял вот эту херима короче удаляем не хочет он у нас компилировать следовательно переходим к другому моменту но у меня это сделано из-за того что я в реестре сейчас сделал иконки ковырялся поэтому можно сделать по-другому переходим программ файл со автоход кей дальше компиллер ахк 2x так source переносим сюда наш скрипт файл здесь мы выбираем собственно то место куда мы будем перекидывать и сохраняем допустим его пример спейсера пример спейсер нажимаем брауз заходим туда же и выбираем иконочку я выберу варфейс здесь мы выбираем то как будет у нас точка бин библиотека сделано нам она в принципе не нужно выбираем любую я выбрал 64 битную все конвершен комплит пример спейсера запускаем вот у нас она горит в трейн нажимаем f8 и она у нас работает нажимаем f9 заканчивает работу f9 заново работает а в 10 сбрасывает скрипт вы могли заметить что иконочка меняется вот на такую штуку когда мы снимаем вас пауза на уходит об этом я вам чуть позже расскажу том как сделать так чтобы иконка была по-другому пример такого готового спейсера который у меня есть если я не ошибаюсь это будет яндекс диск и это будет авторез дамы запускаем вот у нас он красненький мы нажимаем f11 зелененький ну в общем как то так дорогие друзья сегодня мы с вами рассмотрели как сделать скрипт перенести в экзе как сделать простенький спейсер на этом серия таких роликов не заканчивается она только начинается очень много что можно сделать с помощью таких вещей об этом я расскажу в следующих видео всем спасибо за просмотр увидимся в новых видео